Продолжение следует... Продолжение следует... Ричард, что думаете об обвинениях в нежелании сотрудничать, которые звучат в адрес высших чинов Белого дома? Продолжение следует... 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 что все больше работников Белого дома собираются уходить, хотя до годовщины президентства Трампа осталось еще несколько месяцев. Если это действительно так, а вы точно должны быть в курсе происходящего, то в чем здесь причина, что происходит? Да, ситуация обстоит именно таким образом, при том уже не одну неделю, а то и не один месяц. Старт нынешней администрации выдался далеко не из легких, и, судя по всему, рабочая обстановка там чрезвычайно напряженная, очень много клеветы, много враждующих между собой групп, множество утечек, люди сливают компромат на своих коллег. К тому же Дональд Трамп оказался очень непредсказуемым начальником, и это еще мягко сказано. Слаженного старта у администрации не вышло. Медового месяца, которого можно было бы ожидать от нового президента, мы так и не увидели. Думаю, многие сотрудники там прикидывают, что сейчас, возможно, самое время уйти, пока они не увязли еще глубже, не стали объектом какого-нибудь разоблачения, и пока на них не давят счета за юридические услуги. А как дела у генерала Келли? Надо сказать, что отзываются о нем довольно хорошо. Люди его, безусловно, уважают. А вот президента, похоже, время от времени раздражает. Его жесткая военная дисциплина, которую, разумеется, нельзя назвать излюбленным методом работы господина Трампа. Мы могли в этом убедиться и во время предвыборной гонки, и в первые месяцы его пребывания в Белом доме. Келли, безусловно, хороший администратор. Он все держит под контролем. Требует железной дисциплины. Интервью, насколько мне известно, он пока что не давал. Вопрос здесь заключается в следующем. Сможет ли он справиться с президентом? Пока что я даже не уверен, что он пытается это делать. Можно с уверенностью сказать, что поведение главы государства за последние несколько месяцев едва ли изменилось. Вы пишете книгу о Национальной футбольной лиге. Да. Пойдет ли в нее недавний скандал вокруг НФЛ? Безусловно. Для меня это идеальный вариант. Я занимаюсь книгой, в которой описываю непростую историю лиги в последние годы. И получилось, что это совпало с другой моей работой, анализом политических событий. Таким образом, американский футбол столкнулся с политикой. Я как раз пишу статью для Нью-Йорк Таймс Мэггазин. Так что материала здесь хватит на целую главу. Очень интересно следить за реакцией самой лиги, команд, игроков. Все как будто сплотились и заявили, у нас может и есть проблемы, но со своими культурными войнами мы разберемся сами. Зачем было Трампу ввязываться в эту историю? Начнем с того, что Трамп давно, можно сказать, одержим идеей попасть в национальную футбольную лигу. Как вам известно, он лет 30-40 стремится купить там какой-нибудь клуб. Кроме того, в 80-х годах Трамп владел командой некогда существовавшей футбольной лиги Соединенных Штатов, Нью-Джерси Дженералс. К слову, вступил он в эту лигу как раз потому, что рассчитывал на ее слияние с НФЛ и, как следствие, на пропуск в элитный клуб. С тех пор Трамп эпизодически пытался выкупить ту или иную команду НФЛ в последний раз в 2014 году, когда на продажу выставили Баффало Биллс, но и тогда у него ничего не вышло. Знаете, и благодаря этой истории можно получить представление о том, как устроен сегодня мир. Трамп не попал в привилегированный клуб миллиардеров, владельцев команд НФЛ. Ах, как вы оцениваете нынешнее поведение игроков лиги? Насколько мне известно, ваш приятель Том Брэдди, будучи сторонником Трампа, не поддержал акции протеста, но они приобрели массовый характер, а действия игроков поддержали даже в самой лиге. Верно, и это весьма удивляет, ведь многие владельцы команд НФЛ являются сторонниками Трампа. Они давно с ним общаются, и в частности, спонсировали его предвыборную кампанию. Комиссионер Лиги Роджер Гуделл, сам республиканец. Том Брэдди максимально далек от политики, но даже он в недавнем интервью, если не ошибаюсь, отметил, что заявления Трампа раскалывают общество, и что он с ними не согласен. Брэдди принял участие в масштабной акции протеста вместе с игроками Патриотс и многих других команд. Во время исполнения национального гимна они становились на одно колено, держась под руки. Похоже, эти действия поддерживает большая часть команд, а также и само руководство Лиги. Но, думаю, важнее то, как в конечном счете на это будут реагировать болезни. Похоже, этой инициативе совершенно не хватает движущей силы. Джон Маккейн отказался поддерживать данные законопроект. Его примеру последовал и Рэнд Пол. Это уже 50 голосов, кстати говоря. Сьюзен Коллинз и Лиза Меркауски выступали против предыдущей версии законопроекта, а теперь Коллинз отвергла и нынешнюю. Очевидно, инициатива будет похоронена, и реформу Обамы, по крайней мере, в нынешнем году никто не отменит. И получится, что главная надежда президента и республиканцев, по крайней мере, в краткосрочной перспективе пойдет ко дну. Митч МакКоннелл заявлял, что не вынесет эту инициативу на пленарное голосование. Заявлял, хотя, скорее всего, он поступит иначе. Вынесет вопрос на голосование в любом случае. Просто для галочки, чтобы потом можно было оправдаться. Я попытался, предлагал голосовать, причем не раз. Обо всем остальном спрашивайте у тех, кто его не принял. Если инициативу завернут, как это отразится на выборах в Конгресс в 2018-м. Все зависит от того, как на эту ситуацию посмотреть. Существует мнение, что если отмена программы Обама Кер приведет к тому, что миллионы американцев останутся без медобслуживания, то республиканцев на предстоящих выборах Конгресс ожидается крушительное поражение. С другой стороны, многие сторонники республиканцев, особенно их спонсоры, а также те, кто голосовал за Трампа, не будучи даже республиканцем, могут задуматься. Эта партия контролировала все основные структуры власти, но ничего до конца не довела. Зачем мне за них голосовать и давать им еще один шанс? Теперь насчет планов Дональда Трампа по поводу налоговой реформы. Ожидается, что группа специалистов, которые ее готовят, в ближайшее время обнародуют общее предложение по пересмотру налогового кодекса. К чему это приведет? Реформа налогообложения, особенно такая, о которой говорят Белый дом и Конгресс, это очень сложное дело. Здесь множество переменных факторов, заинтересованных лиц и точек зрения. Это видно даже на примере законопроекта о реформе здравоохранения. На подготовку налоговой реформы уйдет целая вечность. Тут все будет крайне непросто. С другой стороны, налоги – это для многих очень важный вопрос. И в данной сфере всегда найдется повод для критики. Демократы могут заявить, что республиканцы опять хотят предоставить налоговые поблажки богачам. Но тут у республиканцев хотя бы больше согласия, чем в сфере здравоохранения или эмиграции. Так что это дело может даться им легче. На решение данного вопроса может уйти большая часть следующего года, при том, что на дворе уже осень. А республиканцы так и не преуспели ни с одной из законодательных инициатив. Что скажете о его теплом отношении к лидерам демократов в Конгрессе, Шумеру и Пелоси? Сейчас это похоже на брак по расчету. В середине сентября были достигнуты договоренности с Чаком Шумером и Нэнси Пелоси по поддержанию работы правительства, а также по временному повышению потолка госдолга и оказанию поддержки пострадавшему от урагана юго-восточному побережью Техаса. Это были, пожалуй, самые популярные шаги Дональда Трампа на посту президента. В поддержку договоренностей с демократами высказались примерно 60-70% электората, если судить по материалам соцопросов, которые я видел. А это намного большая поддержка, чем та, которую получает любые попытки отменить реформу здравоохранения Обамы или выйти из Парижского соглашения по климату. Думаю, Трамп пристально следит за этими цифрами и, вероятно, увидит перспективность такого курса. Вопрос в том, как долго демократы будут довольны. Возможно, придет время, когда Чак Шумер и Нэнси Пелоси, политики, как мы знаем, решительные, предпочтут занять жесткую позицию. Готовы ли они биться до последнего, если Трамп попытается провести бюджет, содержащий, скажем, пункты финансирования и строительства стены на мексиканской границе, или что-то, вызывающее еще больше споров. Сейчас, похоже, все всех устраивает, но не знаю, единичный ли это случай, или такой курс продолжится. Я знаком с Трампом 35 лет. Вы тоже с ним знакомы. Задаю вопрос на полном серьезе. Дональд Трамп – республиканец? Дональд Трамп – прежде всего Дональд Трамповец. Едва ли у него есть какая-то особая приверженность к той или иной партии. Для него важен собственный бренд, собственное президентство. Безусловно, в обществе назрела определенная потребность в непартийном или постпартийном решении. И я считаю, это одной из важных причин избрания Трампа в прошлом году. Люди по-прежнему ощущают эту потребность. Отсюда и популярность его соглашения с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером. Если он говорит, что такой подход ему нравится, то хорошо. Но думаю, что о твердых идеологических убеждениях или какой-то сильной приверженности республиканской партии речи, конечно, не идет. Марк, приятно было поговорить. Спасибо. Спасибо за приглашение, Ларри. Словесная баталия между Белым домом и Северной Кореей разгорелась сильнее, чем прежде. При этом Дональд Трамп открыл новый фронт в войне слов, обрушившись в Твиттере на игроков Национальной футбольной лиги. За всем этим следит политический обозреватель Катрина Ванден-Хувелл, редактор и издатель журнала Нейшн. Она с нами на связи из Нью-Йорка. Обмен любезностями Северной Кореи дошел чуть ли не до объявления войны. Что вы об этом скажете? Хорошо бы совсем сбавить обороты. Ларри, военным путем эту проблему не решить. В случае американского превентивного удара погибнут и миллионы мирных жителей Южной Кореи и Японии. Нужно остыть. Северокорейский лидер ведет себя безответственно, опасно и отвратительно. Но он не самоубийца. Кроме того, наблюдается исторический ревизионизм. Ведь предпринимались дипломатические усилия с целью заморозить северокорейскую ядерную программу. Картер и Клинтон добились значительных успехов. Но Буш-младший отказался от переговоров. Сейчас насмешками дело не поможешь. Это просто ребячество, а момент очень опасный. Что вы думаете о критике Трампа в адрес игроков НФЛ? Задумаемся, Ларри. У нас на руках опасная северокорейская проблема. Эскалация напряженности и накал риторики. На Пуэрто-Рико обрушился разрушительный ураган. Миллионы людей остались без воды и электричества, а президент Соединенных Штатов или Верховный Главноразъединяющий решил насесть на НФЛ. Просто диву даешься. Его называют Главноразъединяющим, но, что любопытно, в этом случае он скорее объединяет те группы, которые не имели друг с другом ничего общего. Так против Трампа выступили руководитель НФЛ Роджер Гуделл и многие владельцы клубов, некоторые из которых ранее его поддерживали. За последние месяцы ему удалось сплотить ряды демократов, а сейчас он в той или иной мере консолидирует, сплачивает Национальную футбольную лигу. Но если смотреть глубже, то сегодня в единство американцев не верится. Не верится, что все наши раны так просто затянутся, и мы зашагаем в будущее, в обнимку, распевая песню о том, как нам хорошо вместе. Я знаю, есть разногласия, но насколько же гадко разжигать эти разногласия в тот момент, когда так болезненны вопросы, связанные с межрасовыми отношениями, и люди негодуют из-за проблем в экономике. Но я также смотрю на тех, кто в знак протеста преклонил колено во время исполнения государственного гимна. Их протест вызвали реально существующие проблемы, несправедливое обращение на почве расизма, полицейский произвол. Более крупная системная проблема заключается в том, что Американское министерство юстиции или Министерство несправедливости отменяет достигнутые с городами соглашения по поводу ограничения полицейского произвола. И в том, что принимается целый поток непродуманных мер по отмене проведенных реформ в сфере уголовного судопроизводства. Именно такой мне видится более широкая картина. А Трамп, Ларри, если бы несколько лет назад он купил команду Баффало Биллс, то, может, и не стал бы и в президенты баллотироваться. Корреспондент Нью-Йорк Таймс Марк Лейбович считает, что с отменой реформы здравоохранения Обамы у Трампа большие проблемы. Согласны? Безусловно. Опять же, посмотрим на более широкую картину, чтобы прочувствовать разницу, которую подчеркивает, это уже пятая попытка отменить данную реформу. Есть одна партия, которая хочет лишить американцев доступной медицинской страховки. И есть другая. Совсем недавно Берни Сандерс вместе с 16 демократами предложил проект государственной программы бесплатной медпомощи для всех. Это вдохновляющая цель, вокруг которой стоит сплотиться. Кроме того, данный проект обеспечил бы постепенный прогресс. Разница налицо. Джон Маккейн, который по многим вопросам не согласен с Сандерсом, 22 сентября не поддержал проект республиканцев по здравоохранению. Я думаю, что это пятая попытка изобличить шарлатанскую сущность лидеров республиканцев в Конгрессе, МакКоннелла и Райана. Что еще важнее, многие американцы приходят к пониманию того, что нам нужно присоединиться к остальному миру и признать, что здравоохранение не просто какой-то товар или чья-то привилегия, это право человека. Как либерал-демократ, рады ли вы тому, что в некоторых областях президент сотрудничает с Чаком Шумером и Нанси Пелоси? Насколько я могу судить, Дональд Трамп в чем-то похож на пустой сосуд. Он не чувствует себя связанным рядом принципов идеологии республиканского истеблишмента. Это не отменяет того, что президент мало-помалу отменяет регулирующие нормы, из-за чего пострадают миллионы американцев, и сокращает налоги для сверхбогатых. Но когда он решил засесть за работу в значительной мере из-за недовольства Полом Райаном и Митчеллом Макконнеллом, предпочитает работать с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером, я только за. Следует проявлять осторожность и большой скептицизм. Перефразируя Рональда Рейгана, скажу так. Не доверяй и проверяй. Основательно проверяй. Нужно работать там, где сотрудничество возможно. Но я не знаю, насколько далеко это зайдет. Трамп может издать назад. Проверяйте его в других вопросах. В ходе предвыборной кампании он говорил о масштабных программах создания рабочих мест и строительства инфраструктуры, о стремлении положить конец бесконечной войне. Устройте ему здесь проверку. Когда нужно, я за прагматизм, столик из скептицизма и контроля. Берни Сандерс всегда будет занозой для мейнстрима демократической партии, не так ли? Ларри, я не вижу противостояния партийного мейнстрима и Берни Сандерса. В данный момент он представляет очень мощное крыло демократической партии, хотя и является независимым сенатором. Взгляните на голосование по проекту бесплатной медпомощи для всех. Его поддержали 16 сенаторов-демократов, многие из которых могли бы в 2020 году побороться за президентский пост. Я думаю, что он помог пересмотреть приоритеты демократической партии, которые были слишком узкими, ориентированными лишь на власть корпораций, на искаженную систему, которая уже надоела миллионам американцев. Более широкий вопрос в США. Увидим ли мы коренные изменения в нашей политике? Мне кажется, сейчас можно надеяться на переформатирование, что продемонстрировали Берни Сандерс и в какой-то степени Дональд Трамп, позиции которого я все равно не одобряю. В обществе существует недовольство дискредитировавшим себя двухпартийным истеблишментом. Это касается и внешнеполитических вопросов. И тут внимание заслуживает недавняя речь Берни Сандерса о внешней политике. Но вообще вопросов масса. Существует интерес к другой политике, и Сандерс сместил позицию демократической партии в сторону прогрессизма. Так что я бы сказала, что это явление нельзя сводить к одному лишь Берни. Несмотря на возраст, и учитывая его умение расположить к себе, мог бы Джо Байден выступить в роли объединителя? Ларри, мне хотелось бы опубликовать очерк на данную тему. Я много над этим думала. Как рассуждать о возрасте в политике? Я вот думаю о возрасте. Я тоже. Ну, послушайте. Сейчас четыре основных соперника. Это сенатор Элизабет Уоррен, Дерни Сандерс, Джо Байден, и я бы добавила губернатора Калифорнии Джерри Брауна, чей срок подходит к концу. Ему 78 лет. И что думать о возрасте? Не знаю. У нас 70 лет, это вновь как 50. Политик в таком возрасте может вести нормальную плодотворную работу. Кто знает? Важно, конечно, состояние здоровья. Мне хотелось бы увидеть молодое поколение, и оно приходит. Мы начинаем уделять этому внимание в журнале Нейшн. В США много молодежи, которая будет достаточно мотивирована годами президентства Трампа, чтобы баллотироваться на государственные посты. И это хорошо. Что же касается Джо Байдена, то он вроде бы уже решил участвовать в следующей президентской гонке. Катрина, как всегда, рад встрече. Спасибо.